И всем привет, друзья, и пацанам ютуба у микрофона Максимус, и сегодня мы с вами разберем новый трейлер пятой главы Бенди and the Ink Machine. Обязательно ставим лайки. Поехали! Итак, ребятки, сегодня мы с вами разберем новый трейлер, который вышел вчера ночью по пятой главе Бенди and the Ink Machine. И говорю вам, что там есть очень много интересного для размышления, поэтому не буду долго тянуть, и мы приступаем. Первое, что мы можем наблюдать в трейлере, это то, что иконка Митли сменилась. И, как я говорю, сменилась она на Джоуи Дрю Студиос. В следующей же сцене мы слышим чей-то голос. Предположительно, это голос Джоуи. И видим стены, на которых куча бумаги, а на этой самой бумаге куча отпечатков рук. И что самое интересное, где-то руки с четырьмя пальцами, а где-то с пятью. Интересненько. Дальше же мы видим стену, на которой ясным языком написано «Что я?». Наверное, под этим подразумевается вопрос «Что я такое?». Это уже интригует. После главного перехода мы можем увидеть стенку с этими же отпечатками. Только там уже заколоченный проход и надпись «No Monsters». Свои предположения насчет всего этого я расскажу после полного осмотра всего трейлера. Дальше нас встречает знакомое место из тизера трейлера пятой главы, где мы видим что-то наподобие лодки, с помощью которой мы наверняка будем перемещаться по местности, которая будет присутствовать в пятой главе. И по моим старым предположениям, это место – некая канализация. В самой глуби старой студии Джоуи Дрю. После этого мы видим коридор, в котором стоит один из старых знакомых противников, а именно Пайпер, член банды мясника. Казалось бы, что тут ничего необычного, но тут мы можем заметить новые модельки двери, а также, что позади него будто маячит какая-то тень. Неужели он вновь вернется? Следующей же сценой мы видим Бенди, который стоит в проеме, осматривая помещение. При этом, из другого помещения виден довольно яркий свет. Что же там? Появляется надпись «Последняя часть», и вскоре мы слышим голос Элис, которая говорит нам, что нужно готовиться к битве, и что они идут. И вскоре мы видим, как мелькают кадры, в которых Элисон бьет потерянных. Самое интересное то, что присмотревшись, можно увидеть еще и Искателей. Ну и после же появляется надпись «Bendy and the Ink Machine», и этот знакомый ностальгический свист. И в конце мы можем увидеть дату выхода пятой главы. 26 октября. В одном из прошлых видео я предполагал, что игра, наоборот, выйдет 12 октября по записи Майка Мута. Но, вероятнее всего, там возникли кое-какие проблемы. Или же Майк Мут решил немножечко так схитрить. Но, знаете, это не меняет результата. Все равно игра выйдет в октябре. Конечно, в конце октября. Но все-таки по трейлеру можно понять, что ожидания не проходят даром. И что нас ожидает... Самая великая концовка истории этой. Итак, перед тем, как я начну все свои теории насчет увиденного в трейлере, я хочу сказать самую главную новость. И, ребят, если вы покупали вторую, третью и четвертую главу «Bendy and the Ink Machine», то вы сможете получить халявно от Митли пятую главу. Да, Митли сделал огромнейший подарок для тех, кто всегда поддерживал его, покупал главы. И те, кто купил все главы, получат бесплатно пятую главу. Халява, ребят. Так что могу обрадовать тех, кто все-таки докупал эти главы. Ну а если же нет, то не огорчайтесь. Митли делает скидку. Так что могу лишь поздравить тех, кто всегда был с «Bendy and the Ink Machine». Ну да ладно, давайте уже приступим к некому такому анализу, что же могло показаться в трейлере и что значит многие такие детали. Итак, хочу начать, наверное, с бумаг, которые мы видим на стенах, на которых видно отпечатки рук. И где-то отпечатки рук с четырьмя пальцами, а где-то с пятью. У меня тут возникало несколько предположений. Каких же? Первое. Возможно, это показывает нам то, как медленно кто-то превращается в такую некую мультяшку. Это такая давняя теория о том, что люди могут превращаться в мультяшек и так далее. И возможно, тот, кто там был, сходил с ума. Это доказывает надпись «Что я?». То есть, кто-то медленно начинал сходить с ума. Все больше и больше теряя рассудок и понимая, что он, возможно, чудовище. Вы же знаете, что такое безумие. Ага. Также есть предположение, что, возможно, тот, кто делал отпечатки с четырьмя пальцами, это был Бенди. Ведь если присмотреться, то у него четыре пальца. А другой отпечаток, где мы видим пять пальцев, возможно, он принадлежит кому-то другому. Возможно, там, в глубине, где вот эти самые отпечатки, там не один монстр и там не только чернильный демон. Там есть еще кто-то. Но далеко мы не сможем зайти, так как мы не можем предположить, кто именно там появится. Также в одной из сценок мы можем заметить заколоченный проход и надпись наверху «No Monsters». Мне кажется, что это убежище Элисон и Тома. Почему же я так решил? Вспомним четвертую главу. Вход в вентиляцию. Что мы можем увидеть на стенке во вход в вентиляцию? Правильно, мы можем увидеть там надпись «No Angels». Возможно, это такой мелкий намек, что если потерянные не хотят видеть Ангела, то Элисон не хочет видеть монстров. Знаете, некое такое противостояние. Возможно, это и вправду так. Также хочу напомнить еще одну сценку, которую мы видим как раз вместе с Пайпером. То есть одним из членов банды Мясняка. Помните тень, которая сзади маячит? Знаете, кого мне это напомнило? Прожектониста. То есть эта тень маячит, когда он вот так передвигается. Его голова трясется, как и свет. И тень так мелькает. Неужели он жив? Мы его могли в третьей главе убить, но он появляется в четвертой. В четвертой его уже Бенди убивает, но он появляется. Неужели он специально утащил труп Нормана, чтобы потом вернуть и оставить какое-то место для сохранности? Ему же что-то надо. И в следующей же сцене мы видим Бенди. Но самое интересное то, что моделька Бенди совсем другая. То есть это моделька, которая была во второй главе. То есть когда была первая и вторая глава, был именно такой Бенди. Но когда выходили новые главы, выходили и обновления, в которых Бенди обновляли. Почему же Митли добавил в трейлер старую модельку Бенди? Либо же, возможно, что таким намеком он говорит нам о том, что Бенди 2. То есть, как мы помним, некоторые теоретизировали о том, что Бенди на самом деле 2. Как и Алис и Ангел, то есть Элис и Алиса. Также и Бенди 2. И по одной из теорий, отпечатки с пятью пальцами принадлежат доброму Бенди. А отпечатки с четырьмя – злому. Но это всего лишь теория, ребят. Возможно, Митли поставил старую модель, потому что он что-то не хочет нам показывать. Возможно, у него что-то припасено. Такой некий козырь в рукаве. Но точной информации мы пока не можем сказать насчет этого. И также можно еще заметить такой довольно яркий свет из проема, в котором стоит Бенди. Что же это? Я сначала подумал, что это как схожесть показывания того, что там выход. Возможно, что мы должны там пробежать Бенди, чтобы выбраться. Но это слишком просто. Мне кажется, просто Митли сделал это так, чтобы сделать красивую картинку в трейлере. И такого света мы не увидим в самой игре. Это просто, так скажем ли, атмосферности трейлера. Ну и также переходим к последней сценке, в которой мы видим, как Элисон атакуют потерянные и искатели. И сразу вопрос. Почему потерянные атакуют? Они нам враги? Вот сразу и задумываешься, что потерянные на самом деле не такие добрые. Но не будем забывать, они всего лишь души, которые хотят освобождения. И возможно, они атакуют Элис Ангел по причине того, что она очень похожа на Алису Ангел. То есть они ненавидят Ангелов. Они ненавидят Алису. Поэтому они и атакуют ее. И возможно, кстати, что Алиса, когда кричит в трейлере, возможно, Генри кто-то утаскивает. А потерянные мешают ей спасти Генри от чего-то. Но от чего, пока что нельзя сказать. В общем-то, ребят, вот на этом мой анализ и заканчивается. Я выдвинул свои гипотезы, свои предположения насчет этого. И теперь ваша очередь написать что-нибудь интересное. Или то, что вы там заметили. Какие-нибудь новые ваши предположения в комментариях. Если же наберется достаточно предположений, и если я найду что-нибудь еще интересное, выйдет еще один ролик по Бенди and the Ink Machine. Так что обязательно ставим лайки и пишем в комментариях свои предположения. Ну что ж, ребятки, а на этом у меня все. С вами был Максимус. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Также не забывайте смотреть описание. Там есть ссылки на меня ВКонтакте, на группу ВКонтакте и на второй канал, где я озвучиваю мультфильмы. Ссылка на все есть в описании. Также там есть ссылка на мой сервер в Дискорд. Так что заходим. Ну что ж, ребятки, а на этом у меня все. Всем хорошего настроения, всем бай-бай. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok